Здравствуйте! Лес – это наше богатство, и Архангельская область по праву им гордится. Однако, создано оно не нами. Лес – это подарок нам от нашей планеты, которая тысячи лет создавала это многообразие форм и видов растений. Бездумное, легкомысленное отношение к этому богатству, как это ни странно, в считанные столетия может поставить крест на всех трудах природы. Бесконтрольные вырубки и отсутствие политики в области лесовосстановления уже очень скоро могут поставить Северную тайгу на грань уничтожения. Именно об этом мы сегодня и поговорим с заслуженным лесоводом Российской Федерации Дмитрием Владимировичем Трубиным. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! Судя по отчетам правительства области, в последние годы объем лесовосстановления в Архангельской области вплотную приблизился к объемам вырубки леса. А вы, в свою очередь, долгое время руководили агентством лесного хозяйства региона, являетесь, в принципе, признанным экспертом в сфере отношений человека и леса. Вот каково ваше мнение тех объемов по лесовосстановлению, которые сейчас проводятся, вот этой работы? Этого достаточно для того, чтобы восстановить ту потерю, которую несет лесной фонд региона? А какова ваша оценка? Вы знаете, Олег, мне сейчас не очень просто судить, потому что я в отставке уже несколько лет, слежу за всеми этими событиями несколько со стороны. Но, тем не менее, особого актимизма-то у меня не внушают эти цифры. Потому что, если так вот в динамике посмотреть, в лучшие годы, в 80-е годы, эти цифры были в 2-3 раза больше. Конечно, упали объемы заготовок, упали площади вырубок, которые поступают в фонд лесовосстановления. Но даже вот по соотношению, по пропорции, вот эти цифры говорят о том, что искусственное лесовосстановление, оно составляет 10%. А в свое время, вот при тех огромных объемах вырубок и горей, этот процент доходил до 13, до 13, до 15. Кстати, вот когда мы составляли лесной план Архангельской области в 2000-х годах, мы попытались туда заложить цифру 15%. И считали, что это минимум. В высокоразвитых странах, продвинутых в лесном отношении, там искусственным путем леса восстанавливают на площади половины, половины вырубок, причем по высоким технологиям. Ну, надо, конечно, понимать, в каком состоянии мы находимся. Эти проблемы лесного хозяйства, они ведь основные, они находятся за пределами сферы лесных дел. Это вообще национальные наши проблемы, экономика, реформы бесконечные. Ну, сейчас такой этап. Мы стремимся к тем уровням, которые когда-то были. И в лесопользовании, в заготовке, в лесопилении, и также и в лесовосстановлении, и в лесном хозяйстве. И вот эти вот успехи наши явные, мне-то кажется, что это мы стараемся достигнуть того уровня, который уже был. Да, но в структуре предприятий, которые занимаются лесовосстановлением в регионе, большая часть это все-таки частные предприятия, лесозаготовители. И они ведь ведут свою работу, скорее всего, исходя из той прибыли, которую они получают. То есть, ведь занимаясь восстановлением лесов, они инвестируют свою дальнейшую прибыль. И как здесь можно говорить о том, что... Ну, понятно, что у государства не хватает денег на это. Но ведь, по сути, дело взял в руки частный бизнес, что мешает ему заниматься своим собственным развитием. Да, это не совсем так. Это для частного бизнеса, это скорее обуза. Они имеют в аренде участки свои на непродолжительное время, максимум 49 лет, или 10, 20, 30. Они не уверены, значит, продолжится ли аренда. Последнее событие свидетельствует о том, что аренда закончилась, они теряют участок. То, что они вложили из своей прибыли в лесовосстановление, оно исчезло для них. Поэтому не все так. Так, ну, это вопрос вот этих вот реформ в лесном деле, в лесном хозяйстве, которые продолжаются уже третье десятилетие. К ним по-разному можно относиться. У меня свое мнение к ним. Скорее, негативное. Последний лесной кодекс много проблем насоздавал в этом же деле. Именно он обязывает сейчас арендаторов заниматься лесовосстановлением, вкладывать без поддержки и финансовой, и без мотивации, без поддержки научной, вот это вот очень важно, методической. Они, по сути дела, ведь не своим делом занимаются. В наши времена для этого была система, структура лесного хозяйства, лесхоза, лесничества. У них были лесные питомники, лесосеменные станции, шишка-сушилки, худо-бедная. Бедная, конечно, такая дряхлая, может быть, система лесосеменного дела, но она работала. А в результате реформы эта вся система исчезла и автоматически как-то таким командным образом перевалена на частный бизнес. Раньше они тоже занимались, но они занимались, ну, вместе с лесниками, с лесоводами, выполняли такие наиболее массовые работы. Посадка, там, вспашка. А вот такие вот квалифицированные дела, требующие высокого научного обоснования, лесосеменное дело, питомническое, выращивание сеянцев, это для них было чушто. И сегодня пока это остается чушто. Как у них получается? Трудно сказать. У некоторых лесозаготовителей, они серьезно занимаются этим делом, а другие, может быть, даже в большей массе, они так и относятся к этому делу. Это не наше. Нужно по закону, ладно, я сделаю, куплю сеянцы, посажу их. Что будет из них? Что вырастет? За пределами срока аренды вырастет. А что будет за пределами срока аренды? Каждый арендатор не очень уверен в завтрашнем дне, к сожалению. Ну да, ну вот вы сейчас сказали о реформах, о лесном кодексе новом. А в целом, есть ли в России какая-то стратегия лесоводства, отношений между человеком и лесом? Ведь лес растет долго, а я так понимаю, все эти реформы меняют правила игры раз в пять лет, как минимум. И к тому же еще и нехватка средств на все это сверху накладывается. Все-таки есть стратегия у нас? Это сложный вопрос. И тоже он болезненный такой. Многие общественные деятели, лесоводы, ученые очень печалились о том, что последний лесной кодекс был принят до принятия такой стратегии, концепции. Ее не было просто-напросто. И вот сейчас, когда он уже принят и работает, обратились к этому вопросу. Лично президент ставил такие задачи. Разработка концепции, лесной политики. Вот таких серьезных документов. Вот у наших коллег, у шведов, там всегда изначально, и у финнов сначала рассматривается и принимается государственная политика, а потом принимается основной закон, исходя из нее. А у нас вот наоборот получается. Сейчас задним числом заняты многие ученые, аналитики, политики вот таким вопросом. Как она называется? Стратегия? Нет, концепция государственной политики в области лесного дела. Точно не помню. Ну, вот именно тот документ, который и требовался. Но он, так сказать, вдогонку разрабатывается. Вот по интенсификации лесопользования, лесного хозяйства. Привлекаются там серьезные люди. В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вариант подготовлен. Он сейчас обсуждается. Но там есть и серьезные вопросы. Есть вот тоже такие ведущие в тупик, может быть, неоднозначные отношения к этим наработкам. Но главное, ее нету пока. И она не принята. И нынешний лесной кодекс, он же тоже временный. Это даже и разработчики признавали. Он будет следующий. Поэтому хотелось бы, чтобы, конечно, эта работа продолжалась и завершилась разработкой какой-то четкой, такой конкретной концепции. Там в ней, понимаете, на взгляд многих наших ученых, нету главного. Главный вопрос не решен. Каким лесам быть в каком-нибудь собственности, государственной или в частной? Вот этот кардинальный вопрос, он завис. Есть сторонники и того, и сторонники этого, между ними согласия нет. И вопрос остается, что будет лес в конце концов. Он будет частным или останется государственным? Или какие-то комплексные какие-то схемы, варианты могут быть? У нас в Архангельской области одним из главных предприятий в сфере лесовосстановления должен был стать Устьянский лесной селекционный центр. Он в 2011 году начал строиться, но, к сожалению, так и не вышел до сих пор на проектную мощность. По-моему, 2,9 миллиона только сеянцев в этом году там посеяно. При необходимости в 7 миллионов, чтобы выйти хотя бы на объемы восстановления лесорубки на юге области. Все говорят о том, что нужен инвестор. Вроде бы он в этом году придет. Вот как вы оцениваете эту перспективу? Достаточно ли от этого будет, этой работы для восстановления леса на юге? Этот Устьянский лесосеменной селекционный центр – это отрадное, конечно, явление. Архангельской области повезло, что вдруг раз, вот такие мощные федеральные вливания были сделаны. И дай бог, чтобы он развивался. Основа сделана там капитальная, хорошая. Но он покрывает где-то, наверное, четверть потребности в этом посадочном материале. Делался он тоже немножко в попыхах, я бы сказал, потому что подобный центр, но, конечно, гораздо в меньшем объеме, был еще в 90-х годах сделан рядом с ним в Вельске. Это по инициативе нашего бывшего руководителя Михаила Михайловича Кудряшова. Это была личная инициатива. Единственная только помощь была ему разрешение по бартеру приобрести оборудование. И, значит, в те годы все лесхозы заготовляли березовый баланс, продавали его финнам, поставляли взамен этого оборудования. И такой центр, ну он маленький, конечно, небольшой, он в четыре раза меньше, но он до сих пор работает. И он наработал какой-то опыт, это новое дело, это выращивание сеянцев с закрытыми корнями, даже в целом для России. Он успешный получился. Когда Устьяны делали свой центр, они, к сожалению, не воспользовались теми наработками, тем опытом и той поддержкой научной. Там профессор, доктор сельскохозяйственных наук Борис Александрович Мочалов дневал и ночевал в Вельске. А Устьяну его не пригласили. А он, может быть, в России главный специалист по выращиванию сеянцев с закрытыми корнями. Потом еще один элемент есть, вот в названии у него селекционный центр, а, к сожалению, лесной селекции-то там нет. Это ведь подразумевает плюсовые деревья, лесосеменные плантации, значит, выращивание сеянцев, подготовка. У нас в области это в 80-х годах было направление, развивалось, но очень мало. Серьезнее были работы у соседей в Вологде. А сейчас они совсем закончились. То есть семян-то нет для выращивания элитных сеянцев. А без хороших элитных семян эссенцы будут не элитные. Ну, будут они отвечать, конечно, стандартам. Поэтому тут очень много работы. Отрадно, что губернатор вспоминал, что, значит, нужно второй центр такой. Действительно он нужен, может, и третий. Это высокие технологии в области лесовыращивания. В конечном итоге, то ведь лесники работают на лесопромышленный комплекс. И условия для развития лесопромышленного комплекса главное какое? Им нужен лес. И не просто лес, а лес хороший, даже очень хороший. А качество лесного фонда, мы даже не знаем, оно ухудшается или улучшается. Скорее всего, ухудшается. Но тут еще одна сторона дела. Лесоустройство не проводится. И лесоустройство, и лесная наука не в лучшем состоянии. Вернее, в никаком. А без этих условий развитие оно невозможно. Поэтому вот очень хотелось бы, чтобы у нас в регионе обратили внимание и на лесную науку, на образование, на воспитание лесничих. Тоже есть проблема. С одной стороны, в результате реформ административных, политических, законодательных, вот этот статус лесничего, он размывается. Его уже нет в этих квалификационных справочниках. Не знают, кто такой. И образ этого лесничего непонятен. Но, с другой стороны, вот и руководитель Рослесхоза вспоминал об этом вопросе. И губернатор в последнем своем выступлении тоже об этом говорил, что надо восстанавливать эту личность. Со своей стороны, мы, вот ветераны лесного хозяйства, в музее леса, мы ведем поисковую работу такую, ищем, восстанавливаем вот это вот имя, персоналии находим, у нас накопляется большая база данных. И в итоге мы формируем образ вот того русского лесничего, профессионала, патриота, гражданина. Он действительно был таковым. И этот образ мы хотели бы, значит, предлагать как пример для воспитания сегодняшнего поколения лесоводов. Ну, смотрим, в САФУ опять очередная реформа. И там был лесотехнический институт. Сейчас все это меняется, и появляется высшая школа естественных наук и биотехнологий. И слово лес-то исчезает, не говоря уже про лесничего. А лесничие это говорят, а это что-то ископаемое какое-то, ихтиозаврное отношение такое. Ну, я думаю, что все-таки вот это движение должно быть. Значит, наука, образование, реанимация, восстановление вот этих традиций, устоев лесного хозяйства отечественного. Там много прекрасных примеров было в этом российском, в отечественном лесном хозяйстве. Много замечательных фигур. И в целом вот в России можно говорить о них бесконечно, об этих лесничих. И у нас на севере были, и есть еще до сих пор, где-то вот сидят в лесничествах такие вот патриоты, гражданины, которые незаметны-то. Их надо вспоминать, их надо на руках носить. Недавно вот умер в Луковецком лесничий замечательный Федорушков. Он единственный в области, имея значок 40 лет службы в лесном хозяйстве. Он вот как Тюрмер или как Кравчинский у себя в лесничестве практически создал тот лес в лесничестве. Там появился этот мощный леспромхоз. И все лесничество было вырублено, так сказать, под корень. И он, значит, вместе со своими коллегами, с учеными восстанавливал, садил, отрабатывали новые технологии, передовые орудия приводили туда, садили, садили, садили. И в конце концов там уже второе поколение, вторичный лес появился, и можно быть за него спокойным. И там, кстати, доля искусственных насаждений у него в лесничестве, она не 10%, а, я полагаю, где-то процентов 40. И лес растет прекрасный. Дмитрий Владимирович, вы являетесь автором многих книг о русском лесе, северном лесе, и, несмотря на ироничный тон, в них очень часто прослеживается боль за ту культуру отношений человека и леса у нас в стране, за нашу потребительскую позицию по отношению к нему. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, этот посыл, он доходит до людей, в чьих силах принятие решений, в соответствии с которыми выстраивается эта культура, или пока это предмет изучения только ваших коллег и интересующихся читателей? Да, доходит, конечно, я полагаю. Причем это ведь, то, что я пишу, это не мои собственные измышления. Я встречаюсь с коллегами, с учеными, с большими, с производственниками, с сегодняшними производственниками, руководителями. Ну и поэтому как-то приходится это все обобщать. Не только вот какие-то статистику и законы, но и отношения, мнения вот этих людей. Вопрос, конечно, прогнозирования, заглядывания в будущее, это очень трудный. Мы вот 25 лет написали книжку, с вашего позволения, «Беломорская тайга вчера, сегодня, завтра» в 1988 году. Это вот известные ученые были там, Ипатов, Львов, Ипатов, ну и мы с братом. Мой брат старший был в то время ведущим лесоустроителем, занимал долгие годы должность главного инженера экспедиции, а потом занимался лесосеменным делом. Ну и я оказался там молодым, в этой команде совершенно зеленым. Ну не очень зеленым, там 10 лет у меня уже было, наверное, стаж, больше даже. Вот, и мы попытались написать. Вчера, это понятно, историю изучили, подняли. Сегодняшний день тот тоже описали достаточно полно. А завтра так прогнозировали. Но мы никак не ожидали вот этих вот таких изменений. Вот, и сейчас, спустя четверть века, ну, надо переиздать ее. И, значит, это удалось сделать. Значит, мы ее переиздали один к одному в репринтном виде, то, что было написано теми авторами. Ну и постарались сделать комментарии, дополнения, что случилось. Ну, пытаемся заглянуть, конечно, опять, в завтра. В завтра я попытался заглянуть в другой книжке. Она совсем ироничная. Называется «Странные истории про лесничих и программистов». О том, как встретились на машине времени три лесничих. Один, который сто лет назад был, а другой сегодняшний. А третий прилетел к ним из будущего. И они сели за столом и в беседе с выпивкой делились впечатлениями. Ну, конечно, лесничий из будущего им все рассказывал. Но что он рассказывал, это мой грех, что я написал. О том, как лесопромышленный комплекс выглядит, как он ушел из нашей Беломорской тайги. Ну, это фантазия уже. Но где-то, может быть, это доля истины и есть. Потому что, я говорю и повторяю, я все-таки общаюсь с теми людьми, думающими, с аналитиками. И от них получаю какую-то информацию. Обмениваюсь мнениями. Такое впечатление создаю общественное. То есть перспективы у нас печальные в этом отношении? Нет, я так не скажу. Они трудные, конечно, непростые. Но все равно Беломорская тайга, она существует, она растет. Она ведь может расти независимо от людей. И от лесного хозяйства, и от лесопромышленников, и даже от губернатора, и даже от президента. Она как росла, так она и будет расти. Будет восстанавливать свой какой-то потенциал. Будут зарастать и поля, и вырубки зарастут. Ну, породы там, породный состав будет, может, не очень хорош. Но она будет богатая. Будут и грибы, и ягоды, и звери. И люди там будут ходить по Беломорской тайге и получать удовольствие. И то, что им нужно. Но только вот все дело в том, как бы ей управлять получше. Есть вариант, что она и без управления будет существовать. Но если управлять, то только бы помогать ей, не делать хуже. Хотелось бы, чтобы будущие реформы развивались в таком ключе. Идти туда не с реформами, не с контролем, а, грубо говоря, с деньгами туда. И с усилиями, со знаниями, с лицеводами. Дмитрий Владимирович, спасибо большое. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok